Долгожданный ФОК в Сарове в ближайшее время не появится. На его возведение требуется порядка 1 миллиарда рублей. Но таких денег на эти цели нет ни в региональном бюджете, ни в городской казне. Нужна помощь частного инвестора, но его пока тоже нет. Решением проблемы нехватки в городе спортивных объектов мог бы стать многофункциональный центр в старом районе с ледовой ареной и спортивными залами. Возможность его строительства обсудили депутаты на очередном заседании думских комитетов. Современная крытая ледовая арена на 470 мест, соответствующая стандартам высшей хоккейной лиги. Спортивные залы и секции. Реконструкция существующих теннисных кортов. Все это предусматривает проект крупного многофункционального центра на улице Силкино. А еще подземная автостоянка на 150 машин и мест, чтобы у посетителей не было проблем с парковкой. Российский федеральный ядерный центр не против того, чтобы можно было модернизировать за счет товарищей, представляющих Атом Инвест, свои теннисные корты 2, которые попадают под реконструкцию. Но если там вопрос встает с передачей здания в казну города, и мы такие письма вроде все подготовили. Новый центр планируется как продолжение существующего ТЦ «Атом». Строительство объекта продлится до конца 2022 года. Реализацию проекта инвестор предлагает на условиях муниципально-частного партнерства. Нам необходимо именно в качестве партнерства со стороны администрации передача земельного участка, самое главное, это земельный участок Силкино-25, на котором размещены объекты, которые не используются для муниципальных целей по причине их ветхости и невостребованности. Что касается социальной направленности, то эта вещь очень такая лукавая. И по поводу социальной направленности проектов Павла Владимировича, здесь большие сомнения. Один из таких социальных проектов, я не знаю, как назвать, но я так по всей видимости понимаю, что это социальный проект, это строительство в пойме, я так полагаю, бассейна для жителей, что там строится на крыше одного из домов. Видимо, чтобы компенсировать неудобства в связи с тем, что детская площадка когда-то там предполагалась, а на месте ее был все-таки воздвигнут жилой дом. Но это, конечно, стоит только приветствовать, даже говорят, лифт там отдельно строится. Ну а может быть по аналогии с этим плавательным бассейном. Соседнего дома придумать эту ледовую арену на 400 мест. А это все-таки участок мы реализуем. И чтобы вы понимали, это реконструкция примерно двух детских садов. Этот проект, безусловно, может быть реализован, но на несколько, скажем так, других условиях. Не как МЧП, не как вклад города в виде вот этого имущества. А, собственно, проекту, конечно, стоит дать зеленый свет, но после проведения аукциона, всех процедур, то можно очень долго в администрацию отправлять свои хотелки, вот, но видя такой вот дефицит на сегодняшний день, когда не хватает денег вообще абсолютно ни на что, то есть, вот, разбрасываться десятками миллионов рублей, то есть, ну, а это не 27 миллионов, то есть, цена по аукционам будет существенно выше. То есть, ну, я считаю, что это, что это, ну, в нынешней ситуации мы себе этого позволить не можем. У вас есть данные конкретные, что есть желающие за 70 миллионов? У меня есть, но конкретно я их озвучивать не буду, это было озвучено кулуарно. Напомним, комплекс здания на улице Силкин, где раньше располагался клуб «Горизонт», уже трижды выставлялся администрации на аукцион, и ни разу торги не состоялись по простой причине. Не было желающих приобрести это имущество. Здание продолжает стать запустение, все больше ветшая. Суть предлагаемого муниципально-частного партнерства. Инвестор вкладывает в возводимый спортивный объект более 250 миллионов рублей и предоставляет ледовую арену для нужд города. Муниципалитет, в свою очередь, выделяет подстоятельства земельные участки под зданием бывшего клуба «Горизонт». Общая стоимость муниципальных объектов по действующей оценке – 28 миллионов 350 тысяч рублей. На эту стоимость муниципальному образованию будут предоставлены помещения по оговоренной стоимости. Мы брали за основу при расчетах стоимость услуг, которая оказывается у нас в ледовом дворце. Будет предоставляться арена, получается по нашим расчетам на 5 лет, 2 часа в день, то есть безвозмездно. Как выяснилось на заседании комитетов, на площади бывшего клуба «Горизонт» есть и другие претенденты. Руководитель одной из частных танцевальных студий города намерен взять в долгосрочную аренду одно из помещений комплекса зданий. Ежемесячно за 739 квадратных метров он должен будет отдавать в казну более 260 тысяч рублей. Плюс ему будет необходимо провести полную реконструкцию здания, так как в том виде, в каком оно существует, помещение не может быть использовано для занятий с детьми. Оно попросту небезопасно. А это еще по скромным подсчетам несколько миллионов рублей. В проекте нового многофункционального центра предусмотрены просторные залы для танцев. Арендовать их под занятия выйдет куда дешевле. В тех помещениях, которые планируются к строительству, есть возможность реализовать и танцевальный зал, и помещение для занятий. И качество данного объекта будет иметь самое высокое. Помещения будут соответствовать самым лучшим требованиям. И где могут заниматься дети, взрослые, система сигнализации, безопасности, охрана, контроль. Что не сможет сделать ни один индивидуальный предприниматель в своем, вот, в арендованном муниципальном помещении. Еще один минус такой долгосрочной аренды, как заметили депутаты, она наложит обременение на другие помещения комплекса. Если город выставит их на продажу, покупатель будет обязан учесть интерес арендатора. А это дополнительный минус к привлекательности имущества, которые, как показали три несоставившихся аукциона, и так не пользуются спросом. Но то, что продавать этот комплекс необходимо, это однозначно. С силки на 25, либо без силки на 25. Интересанты есть. Интересанты под разные темы. То, что УМИ сейчас, значит, под аренду, ну, я считаю, это просто несерьезный вариант. Потому что уменьшает, как потенциальные возможности этого участка, ну, по сути, все остальные объекты заморозят вместе с территорией. То есть мы получим, опять, на определенный срок, это висящий объект. Депутаты решили провести по вопросу выездное заседание. Встретиться на объекте с руководителем школы танцев и авторами проекта многофункционального центра. Наглядно оценить состояние зданий и обсудить перспективы использования участка.